И везде меня смущала с самого детства одна и та же тема, почему дети плачут. Потом я взрослею, учусь в академии, у нас был блок педиатрии, я сам общий лечебник. И тоже никто не может ответить на вопрос, почему дети плачут. Вроде как, ну плачут и плачут, а чего? Мы много на эту тему общались с педиатрами, я еще выбрал лектив, значит, педиатрию, все равно никто всерьез не отвечает. И вот когда я здесь начал смотреть, в каком состоянии внешне хорошо выглядящие младенцы, в каком состоянии у них позвоночник, вот до меня начало всерьез доходить. Я так сопоставляю все ситуации, которые видел до этого, и до меня доходит. Если я на себе знаю, что нефраптоз, опущение почек там со всеми воспалениями, это поясница свернутая. Нарушение кровоснабжения, ВСД, мигрени и прочее, это свернутая шея. Не, ну я не говорю, что все прям, есть разные ситуации, но очень много, явно больше половины, намного больше. Если проблемы с кишечником, это поясница, и у младенцев тоже, во многом поясница. Так вот, почему плачут дети. Почему дети плачут в самолетах? Перепад атмосферного давления в самолете, он достаточно большой. Это говорят нам, что там, ой, там обычное дыхание, там все у вас будет хорошо, обычное там в одну атмосферу давление поддерживается, да ничего подобного. Там уши закладывают так, что если ты не будешь постоянно сглатывать на взлете, я первый мой полет был на Боинге, маленьком каком-то, до сих пор помню. Помню детский рев, не останавливающийся, и свою боль в ушах. Так вот, перепад давления атмосферного делает невозможным ребенку сглотнуть, то есть уравнять давление во внутреннем ухе, ну, в среднем, ну ладно, снаружи. Рабанная перепонка выгибается, это больно. А ребенок будет орать, прям конкретно орать, потому что он ничего не может сделать, и беспомощность, она, разумеется, вызывает всплеск адреналина. Дальше, то же самое, ну, если вот говорить про самолет, то же самое с животом. Давление меняется, перестальдика кишечника меняется, а перекошенный таз, оперекошенный позвоночник не дают просто выпустить газы, и эти газы начинают распирать живот. Родители пытаются детей укачивать. Ну, я молчу, потому что им сразу не объяснишь, это нужно вникать в тему. Ну, я пробовал просто много раз, мне пальцы у низка крутили, в лучшем случае. Родители пытаются детей укачать, типа, успокойся, ну, на психике успокойся. А причем здесь психика, это физика, это физическая боль. Дети просыпаются, просыпаются ночью, и считается, что это нормально. Ребенок с нормальным кровотоком в голове спит 6 часов подряд. Ребенок с нормальным кишечником спит не меньше 6 часов подряд. Ребенок, который до этого активно двигался, даже если он активно ползал, спит вообще часов 8. Но все эти три вещи должны быть наложены друг на друга. То есть, если у ребенка большой активный двигательный режим, но голова у него болит, шея свернута, то ночью она будет у него затекать, и текать, и ему будет просто еще мне мозга спать не давать. Может, будет аварийно включаться, по типу переворачивайся, продышись. У нас тут перебор углекислоты и прочее. Аварийное выключение, точнее, наоборот, аварийное прекращение сна, аварийное включение как бы сознания посередине ночи. А другая-то часть мозга об этом, грубо говоря, не знает. Карата хочет отдыхать, и тело тоже. Подкорковые центры сигналят о перегрузке там определенных схем. Ребенок проснется, попытается что-то сделать сам, у него, скорее всего, не получится, он будет орать. От того, что 90% детей упали вот в такие вот состояния, это не делает ситуацию нормальной. Про внезапные там какие-то вскрикивания, допустим, днем, скорее всего, это кишечные колики, опять же, перекошенный таз, перекошенная поясница, неадекватная иннервация, неадекватная работа кишечных сплетений, которые за перистальтику отвечают, она создает эти волны как бы нерегулярные, и они могут сойтись так, что кишечник будет перерастянут. Считается, что до 5 лет это норм. Ну, как вам сказать, машина вышла сейчас с конвейера, и машина, допустим, через 5 лет, у них одинаковая электрика, у них одинаковое программное обеспечение. А вот у ребенка, видите ли, только из утробы матери через 5 лет, почему-то что-то должно кардинально меняться в лучшую сторону. Дети рождаются полным комплектом. Исходя из этого, дети должны чувствовать себя хорошо с рождения. Да, есть немного там психогенные определенные перегрузки от родов, даже от идеальных родов, все равно это нужно отойти, привыкнуть элементарно из водной среды в воздушную. Но все-таки дети должны чувствовать себя хорошо сразу, если вы, конечно, хотите им счастья и развития. Между тем, допустим, 3 валика, только нормальный заводской комплект, можно адаптировать для детей, начиная с младенцев. Вытяжение позвоночника формата переворот детский по 3 секунды можно начинать прямо с младенцев. Если вы готовы брать ответственность на себя и действовать ради будущего, то инструменты есть, но только при постоянном применении, только при спокойном сначала осознании, то есть образовании, все-таки на первом месте сначала вы усваиваете полностью концепцию и лучше сначала проверяете на себе, потом применяете на детях. Это гораздо лучше, это можно сделать за год, а то и короче, чем на кого-то там чего-то ждать, а то вот ждем 5 лет, там просто, ну, кишечник сам нормализуется. Но я там был, никому не советую там оставаться, а дальше думайте сами. Продолжение следует...